Да, только ладони, только ладони такие накаченные, титановые там мозоли, чтобы он прям, турник просто хватал и руки сами. Нет, я хочу, чтобы вы были развиты гармонично. Чтобы там не хватало, и он ломался. Он прогибался. Мне кажется, я все забыла уже. Да хорош, хорош. Парни, сто раз горка в падинку, пожалуйста. Я не ходил просто. Ну, давно ты не был, да. Я три недели не ходила. А ты что так долго не был? Вот расскажите, давайте. А я уже говорю, у меня нога болела. Ну, заболела, а можно же просто приходить, не обязательно крутые исполнять элементы на турниках, а можно вот гимнастику делать, общаться с ребятами. Мне больно было ходить даже. Вообще ходить больно? Да. У меня почти там трещина была. Все, все, ой, 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 это что случилось, Андрюха, от чего это? Меня это в камни выкинули много. Серьезно? Да. Боль не было? Ну, наверное, да. А что это, да, случилось, кто, сейчас расскажи нам. Ну, это пацан из 33-й школы просто шел такой, и камень делал, и по ноге мне. Ну, ты с ним не... Дима, Дмитрий Юрьевич, оставь дверь открыты, пожалуйста. Да, не просто. Молодец. Не просто, не просто. Просто волновался паренек ходил, примат, инструктор, и он закрыл дверь аж в волнении. Но ключ зато отдал. И что, просто так он шел и бросил в себя камень. Да. И в камень попал, трещину в тебе сделал. Ну, не трещину, почти трещину. Почти трещину, я понял. Чуть-чуть бы и трещину. Я помню, мяч, почти любая вещь, это очень опасная штука. Вот обычный резиновый мячик взяли, мы играли на летней площадке во втором классе. Взяли, ну, я был водой, и там еще кто-то был водой. Вышивал играли. Вот, и тот воду мне кидает, и мне прям по мизинцу попало. Вот сюда по мизинцу попало, и все, сломался. По мизинцу, да. Вот сейчас, парни, послушайте, у тебя, Дамя, есть какие-нибудь воспоминания про камни, мячи, что-нибудь такое? Нет, ну... Сейчас вам один... У меня еще одно было воспоминание. Мизин или мяч? Сейчас, смотрите, я вам скажу один случай такой. Я был... Возраст мне было 6 лет, как лука. Взрослые ребята играли в футбол. Это был на Дальнем Востоке. Дамир. Взрослые ребята играли в футбол. Мяч футбольный. Только такой советский, очень... Он, да, он жесткий, он кожаный. Внутри надутая эта вот камера, А сверху жесточайшая кожа. Здрасте, здрасте. Играет они взрослые. Мы, ребята, ходим. Это прям... А взрослые... Вот видели, как, Денис Владимирович, да, вот, прям взрослые, большие. Такие труженики, которые там тайгу пилить, Железную дорогу делать, да, такие крепыши. В общем, они играют, представляете, я вот так прохожу. Что-то мы с ними, ну, завязались в игру. Мне 6 лет, как лука. Я вот так пробегаю мимо. И какой-то дяденька, парень, такой, делает серьезнейший пинок. В общем, как и топ. Мне попадает мяч в голову, и я делаю там друг с вами. Вот так я бегу, то есть резко прям, бух, останавливай. Я делаю вот такой вот кувырок. Бам, он меня сбивает, как кемлю. Диман, я офигел. То есть, меня контузило, я бам, как... Я не понимаю, где я нахожусь. Сразу и напомнил себе, как будто котенка такого, знаешь, в шоке. У меня так тряхануло лицо, я думал, мне вбили туда лицо. Это реально, я кувыркнулся. Но это смешно было, парни затрещали, реально. Вот бегу, блин, лука, да, вот, бежит мячом прям, бам! Хорошо песок был, вот это спасло, потому что я кувыркнулся нереально. Это вот случай про мяч, про мизинец и все такое. Он мне башню чуть не оторвало там. Моя подруга тоже есть такой старый мяч, он тоже, ну, либо сильно надутый просто, либо жесткий такой. Мы играем все, во-первых, там ноги отбивает нам. Ну, летом играли, там даже до крови было. А баскетбольный? А это, если бы в лицо попало, я не знаю. Ну, а вот баскетбольный, знаете, да, баскетбольный мячик? Жесткий же? Он даже жестче, чем футбольный. И вот таким бывают такие там штуки. Ну, это, как правило, когда в баскетбол в школе играли или что-нибудь, там раздосадно, можно пнуть, он же от стены там отлетает, бам! По голове это еще вроде бы терпимо, а вот когда в лицо попадает, ой, как нехорошо! Ну, случаев много. На самом деле еще такой интересный момент. Мы вчера с ребятами вспоминали, вот игра в мяч же есть любая, да? На Руси в мяч играли, она немножко другая называлась. Ну, сейчас ее можно назвать разные игры, там условно называем ее, одно из названий, килла там или игра в мяч. Это мяч. В общем, что делается? Дамир, пожалуйста, доделай. Делается обряд посева зерна, семени. Вот это мяч означает как бы зерно, семечка. И задачи ребят, кто бегают, они делятся там 4 на 4, 8 на 8, может быть, разное количество. Они, это напоминает, и ногами пьют, и руками, напоминающим регби. То есть можно вести, пасовать, но еще есть очень интересная тема, не знаю, вам показывать, нет? Флорентийский футбол. Сейчас я вам покажу. Диман, ты слышал? Флорентийский футбол. Это тоже обряд. Задача у них мяч, это знаешь, ты все поймешь, когда увидишь. Но я, знаешь, так тебе для юмора скажу. Мяч это лишь просто повод сойтись мужикам на поле. Они друг друга пинают, Димарик, там такая дичь. Собираются, исходя из названия Флоренция, наверное, да? Собираются разные люди под разными цветами, зеленые, синие, тоже обряд. Они игру делают, как вот, например, про русскую игру, мяч, либо как про футбол, нога, мяч. И они идут на одно поле. У них, получается, есть некое семя, вот это в виде мячика, который надо, ну, обряд совершить на свою сторону принести, на другую есть поле. Есть разные команды, и они состязаются. Для чего это делалось? В старину верили, что это поможет привлечь некие силы, которые в старину, они, может быть, их называли как сверхсилы, которые им помогут ухаживать за урожаем, отогнать разных букашек, там, солнышко дать и прочее, и прочее. И сейчас вы поймете вообще, что такое игра в мяч. Я вам сейчас покажу, сразу скажу. Вот в регби, как вы думаете, регби жестокая игра? Пинаются, да? Все равно, мне кажется. Не настолько. Не настолько, как какая? Которую я сейчас описал, но это... Как футбол. Сейчас, погодите. Как футбол? Поверь, Юра, поверь. Вратарям там очень плохо. Поверь. А вы знаете, как самый... Ну, наверное, могу я сказать, да, с гордостью за наш русский советский народ, самый лучший вратарь в мире какой был, вообще в мире признанный. Яшкин, я не помню, какой... Яшкин, Лев Яшин. Да. Самый лучший вратарь. Но он умер, к сожалению, он не мог бросить курить. Он очень много... Даров, даров, дверь, оставь открытую, оставь открытую. Он очень много курил, ему отрезали одну. Ну, открой дверь, прям, Илюх, открывай. Полностью открой. Что? Ему просто отрезали. Отрезали одну, он болел. Он не мог остановиться от курения, у него начала гнить нога гангрена, загнила. Закупорилась кровь. Просто не могла пройти через сосудики. От курения сосуды становятся слабыми. Это внутри. Вот посмотрите картинку, они становятся слабенькими, они хрупкие становятся. И он, будучи таким крутым спортсменом, он потерял сначала одну ногу, ему сказали остановись, брось курить. Он не смог остановиться, ему отрезали вторую ногу, и он умер от заражения. Крови в конце. Его очень хорошо лечили, но не смогли спасти. Поэтому, парни, поймите, что даже очень крутые, реально очень сильные, признанные, да, великие спортсмены страдают от банальной, от неухаживания своим телом. Вы слезьте с турников и отожмите, пожалуйста, для начала по 10 раз. Знаете, значит, что? Домик, грудью до пола. Вот, флорентийский футбол. Сейчас я вам покажу, просто для понимания, как бывает иногда люди, ну, увлеченные играют в футбол. Да, пойдемте. Сюда я вам сейчас покажу, посмотрю. Толстый не разу в жизни, именно так прокомментировал спортсмен, который является действующим футболистом с сотнями игр за плечами. Жиман, посмотреть пойдем? Да, я уже. Да, я уже. Нет, ладно, я его не перебиваю. Я не знаю, что-то просто пола. 27 человек с каждой стороны поля. И до конца довиграют не все. Этот ученик-выбинный футбол мечтает увидеть каждый турист, набирающийся до отнасковый. Смотрите. Раньше в этом благородном состязании сходились бабы и герцоги. Сегодня же игроки куда более разнородны. От бывшихся включенных до архитекторов, биржевых трейдеров, воров, телохранителей, погодите. Успокойте ум, посмотрите, просто поймите. Один из любых игр для настоящих мужчин. А ты потом, может быть, мужа такого будешь, да, искать? Сильного, отважного. Не именно такого. Приступ. Нет, не приступ. Нет, сильный. Смотрите, сейчас поймите. Нет, сейчас поймешь смысл. Это обряд. Вот игра началась с вечной миссией. Идет о флорентийском футболе, или как его еще принято называть, кальчур. Итальянцы по сей день твердо уверены в том, что именно во Флоренции изобрели футбол. Из местной разновидности кальчур, она видит на выросли и современный футбол, и регби. О нем писали тогда-то еще в 15 веке. То есть, старинный, да, как-то вообще? Самая горлость в футболе. Да. Это разрешает власти. Смотри, как он древний. О, смотри, как они играют. Баб-баб-баб. Снаймены будут. Они живутся? Да. Они сдаться или нет? Нет, это игра. Очень крутая игра. Они потом все пересорятся. Да, мне нет. Они что-то. Они что-то. Может, это игра на зиму? Нет. Ты пересоришься с теми, с теми, наверняка, видишься, сочетаешься. Ты это поймешь, когда хоть раз в жизни попробуешь подраться в игровой форме. Ну, вам по-любому, мужчинам 100% предстоит в жизни подраться по-настоящему. Это 100% хоть раз в жизни. Ну, а я вам сейчас советую, рекомендую, пока вы юные, научиться драться в игровой форме, чтобы потом не было обид и злости. Да, Юрец? Чтобы не изменились никому. Ну, это вот вы заходите, потом посмотрите. Это, слава богу, я не очень жесткое видео нашел. Там вообще есть просто, Диман. Можно развивать? Вот, знаешь, лежит рядом мяч, мяч, и метится. Бам-бам-бам-бам-бам. А мяч лежит, он как бы, ну, не суть. Вот есть-то есть. Еще 10 отжиманий, Андрюх, давай. Андрей, вы что сделали? Вы сделали горку в падинку, складку, мостик. И теперь выпрыгивай, 100 выпрыгов. Ну, поехали, ладно. Хорошо, поехали. Поэтому вот такие вот. Это я к тому, что про боль, про мизинцы, про переживания. Вам надо не держать, вам надо не столько держаться за столб, сколько упираться в него и выпрыгивать. Илюх, как дела? Хорошо. Все, я сделаю. 100 выпрыгов. Теперь поехали, растяжку. Ножку на покрышку закидывай, на верхнюю. Да, и тянись. Илюх, тоже складку, мостик 100 раз. Ой, отставите горку в падинку 100 раз, складку, мостик 100 раз. Это всем. Потом выпрыги. Спроси у сестренки, что она делает. Все ты делаешь. Все ты делаешь. А? Растяжку. Растяжку. Ты сейчас сделала складку мостик упражнений, да? Да, вот я. А теперь выпрыг, 100 выпрыгов. Потом будет... А, может быть, в падинку. Потом будет... А, скажи в падинку. Ты складку мостик сделала? Горку в падинку сделала? Нет. Нет? Давай, какое-то из упражнений ты забыла, да. Давай, все доделывай. Вы не торопитесь, вы сделаете качественно. Да, надо вниз. Да, молодец, Андрюх. Вниз, вверх 100 раз. И на другую ногу. Вы видели, как Артем... А, ну да, ты, Андрей, вчера видел, да? Как Артем сальтуху с турника сделал, да? А как? А я ему говорю... Глянусь, жестко, Диман научил его. Теперь он не может остановиться. А я ему специально сказала, что ему нужна группировка, ищи и качество. А какое качество? Сейчас, сейчас покажу, сейчас. Вы что, потолок? Вот, я сегодня смотрел. Что, потолок? Ладно, еще раз, давай. Иди, посмотри, давай, давай. Это было отлично. Сейчас. Давай, зачем нас с той стороны было делать? Вообще не группируется. Он просто, вот, как бы... Он хочет... Сейчас вот я сделаю прикольный англестик. А Артем, ты готов? Вот это? Нет, сейчас. Андрей, ничего не осталось, как получилось. И этому, и тому. Ага. Вот сейчас Артем. А Артем, куда идти? И так нельзя делать. Не, ну, он... Знаешь, как бы ему захотелось почему-то сделать так. А он уже такой, как раз, сделал на тренировку. Да, он еще просто не понимает. Это какой-то бланш, что ли? Ну, вот он хочет... Я не могу понять, зачем. Во-первых, он высокий, ему неудобно. Ему надо группироваться научиться. Всем, кстати, вот любые кувырки, когда делать, надо уметь группироваться. Надо, во-первых, тренировать. Да, Мир, давай теперь 20 отжиманий, братан. Ну, погоди, куда торопишься? Ты растянулся, да? Сто раз, а на другую ногу ты не сделал сто раз. Нет, 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 ты сделал только на одну сторону сто раз. Нет, он сделал на одну. Да, хорош, ты что, он бы так быстро... Как? А, 50 на одну и 50 на другую? Нет, 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 друг. Надо сто. Юрец тоже довыпрыгивай и на растяжку. Сейчас, кстати, заднее опаснее, чем переднее, на самом деле. Да, оно все кувырки опасные. Заднее сделать проще, тело так устроено человека, но оно опаснее в плане шеи. По психике. На переднем там... На самом деле его сделать парни не проще, на самом деле. Сейчас переднее не страшно, но ты можешь сам сделать. Что такое сальто, еще раз мне напомнить? Это кувырок в воздухе. Дословный перевод, это кувырок в группировке. Дословный перевод, там, французский, сальто. Сто процентов, это группировка. Сто процентов, это кувырок, правильно ли? Даже если мы делаем раскрытую, не группируясь, мы кувыркаемся вокруг своей оси, вот находящейся здесь в уровне, наверное, бедер там. Вперед нам по жизни привычнее кувыркаться и идти, чем нежели назад. Но почему назад? Потому что... Почему назад кажется, что проще в исполнении, но реально оно опаснее. Проще, потому что мы не видим той преграды, и нам не надо... Вот если рассмотреть вопрос, вперед проще, потому что мы делаем вперед кувыроку, подпрыгиваем. А назад как бы, ну, не видим, не страшно, многие преобладают этот... Психологически, во-первых, да. Психологически, да, преобладают. Но одно и это... Наоборот, это страх снимает сальто назад, чтобы люди не видят и... Вот так вот тут кувыркутся. А опасно то, что на шею. И мы не сможем... Это спина. Мы не можем контролировать. Вперед-то мы кувыркаемся, мы 100% можем защититься. Да, то есть это... И еще, во-первых, то, что телу проще. То есть здесь тебе ноги на заднем сальто, а в переднем тебе туловище. Так вот как раз кувыркаться вперед нам естественно. Здесь надо сделать... Просто делать прыжок вверх и кувыркнуться, и ноги поджать к себе. Этот... Димка-то помните, который ушел? Ушел? Ну вот он, да, в последний раз с вами поссорился, обиделся. Ушел Дима, Дима. Дима. Ну где его, помните, демонстративно ушел? Ты так просто показал высокий? Нет, не высокий. Ну Дима же его зовут. Может быть, не Дима? Может быть... А? На стрельбу ходит. Ну вот он обиделся и... Сейчас, 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 сейчас. Погодите. Мелкий паренек. Ну он как бы, ну он такой рослый уже. Ну он сколько, на 14 что ли? Ну ладно, не суть. Просто столько людей за это, я потом вспомню. Ну и за футболкой я снимаю. Помните? Нет? А, Дима Сосолетин! Наверное. Ё-моё, все, я сказал бы за футболкой. Я думал, Дима ушел. Да, но потом же он приходил. Ты видел его? Нет, я не видел. А, серьезно? Не попадали просто. Вот, он пытался этого, ну... Как он это... Вах-то-байп типа. То есть, когда ты... Да, Мир, погодите секундочку. У тебя есть интернет? Да. Можешь зарядкой поделиться, можешь? Вот, он пытался, ну то есть, это как бы, когда ты отмахиваешься назад, но... Делаешь заднее сальп. То есть... Ну да, да, да. Обычно ты вперед летишь... А это во внутрь. Это наоборот. На махе назад делаешь заднее сальп. А, еще и на махе назад, и заднее. Да, на махе назад. Ну, и Гуртус сделал. И этот. Сделал? Сейчас, секундочку, погоди. И что? Он, значит, группируется, вот как-то вот так, копы, ноги ровные. То есть, он как-то вот так, ну, и падает, вот шею мы делаем. Ну, говорю, не делай, ты шею все сломаешь. Ну, конечно. Он говорит, нет, не сломай, здесь мягко. Я говорю, там мягкость, не мягкость, и мягкости не поможем. А то шиба, то она сама по себе нужна. А где же это? Я слушаю, парни, секундочку. Я слушаю, кто сделал, вам надо будет повторить. Кто сделал растяжку, надо будет повторить за мной. Повредиться может легко. Смотрите, вы ногами встаете вот сюда. На высокую покрышку. Вот так. Буквы, угол. Делаете. Отжимали, старайтесь до макушки. Если вам не получается, хотя бы 10 раз. Встаете на нижнюю. Сколько? Хотя бы 10 раз, да. На каждую? Ну, как на каждую, вообще 10 раз. Ты растянулся 100 раз, да, Мир? Ты же не растянулся. Ты доделай, пожалуйста, растяжку. Она получается не из-за того, что она мягкая, не чертая. Из-за того, что ты просто упал, тебе ноги откудаешься, у тебя сюда пошло. Все шеи нету. Я сегодня только рассказывал ребятам про то, что банально не раскрепощенное тело, замкнутое, да, в некоторых условиях, и вот думаю, да я круто все могу делать. На самом деле, может быть даже у крутого, кто думает, что он там очень гибкий или ловкий, движение, которое неестественно было, слишком сильный прогиб там позвонков, суставов и прочих, может привести к травме. Допустим, вот на мягком, то, что падает, да, оно это от ушибов сильных защитит. Но от перелома это может не спасти, потому что перелом может быть под давлением плеча своего, вот там суставов, локтя, пальцы и прочее. Дай мне плечи не растянуться, да, Беря? Я уже сзарел не хотел сделать, я еще сделаю. Ты с 10 раз сделал, так отжал, сколько покажешь. Я на одну ногу сделаю 100 раз. И на другую теперь 100 раз, да. И на другую покажешь 50. Нет, 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 не так, я показываю, не так. Итак, тебе надо угол сделать. Ноги, пузо, угол надо сделать. 90 градусов, да, да, еще, еще больше угол. Еще больше угол. Сейчас Дмитрий Юрьевич может покажем. Наверное, тоже неправильно делаем. Андрюш, ты ножки поставь на нижнее тогда в колесо. Диман, ноги выпрямим и спинку выпрямим бы. Парни, посмотрите, пожалуйста. Вам надо, вот показываю, хорошо, показываю на низком этом. Вот встали, первое. Надо понять, я тоже внутренне не вижу, ну как-то, вернее, внутренним узором пытаюсь понять. Есть ли у меня острый угол, либо 90 градусов вот здесь. Пузо и ноги. Вот почувствовал, например, да, что-то близкое. Теперь натяжение. Выровнял спинку, это для отжимания, хорошо будет потом в стойке на руках. Спинку выровнял, макушке коснулся, встал. Посмотрел, как здесь. Попробовал, поставил ноги на высокую, поинтереснее еще стало. Посмотрел, пошел. Пробуем. Потом поднял, может быть, ногу одну вообще попробовал. Сделал. Десять раз сделал, да? Два. Теперь тебе надо встать в мостик на покрышке. Ногами на полу, а руками будешь касаться покрышки. Сто раз на каждую сторону сделал, да? Отжался и теперь в мостик просто встаешь, да, в мостик, вставай, Андрей, потерпи. Вам надо встать в мостик на покрышке. Как бы там был, чтобы он начал делать сюда. Ничего, нет, ну он пытался. Он не разбился. Он неправильно просто сделал. Просто я ему говорил, что он все шею может сломать, а он не верил. Он утверждал, что если здесь мякор, то как бы ты не сломаешь шею. Это что, Андрюх, не получается в мостик выйти, что ли? Нет, я уже... Ну-ка давай, ну-ка покажем. Вот, а теперь смотрите, вам надо отжаться десять раз. Да, только головой касаться тоже полу надо, стараться. Не знаю, с вашим расточником сможете, нет? Маленькая нужна. Маленькая, секунду, Дамир, отойди, пожалуйста. Поднимай. Вся. Парни в сторону, разойдитесь. Но они по-другому не различаются размеры. Они очень даже отличаются. Ну, по высоте, мне кажется. Там можно с этим. А как делать? Мостик? Десять раз. А стяжку доделать? Я сделаю. А отжимания? А ты можешь ножками в статей и так же сделать. Это даже можно к стене сделать. То есть, прям кризис, значит, что получается, я там сделаю. Слезон занимался? Нет, надо ближе к стене подойти луками. И прямо, чтобы 90 градусов было. Вот чтобы вот такой угол был. И если вот так у тебя ноги тело было, вот так. Нет, надо таз выводить. Помоги мне ему, пожалуйста. Ножки вниз. Ножки вниз. Ну, попробуй на покрышке вот на этой сделать. Парни, смотрите. Это кто расточком поменьше, а кто расточком повыше для мостика. Что я от вас хочу, чтобы вы сделали? 90 градусов. 90 градусов. Да, 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 подходи ногами. Руками подходи ближе к покрышке. Нет, рука, подходи, не бойся. Теперь голову вниз, ногами упрись. Вводить тело вот сюда, уводить сюда, поднимай тело. Стой, не бойся, не бойся, нагами упрись. Ногами упрись в покрышку. Не бойся, поставь. Тебе надо вот здесь прямо сделать. смотрите конечно все думали смотрите друзья еще раз про мостик андрюш андрюш как можно красиво зайти до вверх на мостик красивенько можно сделать вы можете подойти не хотел да 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 практически но стоп но стоп смотри андрюш азот сейчас видишь ты не видишь куда-то встаешь практически даме смотрите как упростить подошли к любому предмету стенка не стилка не важно что ручки коснулись ложку вывели стали отжимание смотрите головой до пола головой до пола поехали сделать при потом делаешь девять раз мост лесенку делай лесенку делаем сначала сначала мы делаем 10 раз отжиманий потом 9 ты сначала сделай а потом я скажу чтобы все вас догнали или уж 90 градусов надо ноги и те юр подскажи ему да 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 поднимая выше тасс да мир делайте не отвлекаясь пожалуйста лесенка начала сделать 10 раз пробуйте хорошо смотри андрей спокойно поставил ручку посмотри поставил ножку сюда правую да теперь ладошку прокрутил сделаешь посмотри на меня не торопись вот в эту сторону посмотреть смотреть раз через это плечо я смотрю на на руку смотрю-смотрю-смотрю-смотрю. Хоп, выровнялся. Давай, ручку ставь, не бойся. Да-да-да, крутись. Всё, ручку выравнивай. Молодец. Молодец. Всё. Да. Рез. Молодец. И обратно так же. Диман, поможешь? Да нет. Сам сделаешь. Попробуй вот зайти вот так. Терпите. Десять раз делайте. Девять раз. Всё тоже делайте. Обязательно. Парни, за это будет здоровая, крепкая спина. Пожалуйста. А потому что мышца, она протягивается. Смотрите, изучайте тело. У нас мышцы протягиваются. Пам, пучки. Пам, пучки. Здесь пучки. Здесь пучки. И, может быть, всё. Натяжение. Кажется, что действие не влияет на эти мышцы. Люди говорят, надо ли направленно укреплять одни мышцы, другие. Я согласен, да. Сто процентов. Но общая оздоровительная гимнастика, которой мы занимаемся, она укрепит всё тело с минимальными затратами времени, энергии, да, Илюх? И вообще любых ресурсов. Поехали. Надо делать лесенку. Десять, девять, восемь, семь, шесть. Пожалуйста. Да, Мир. Да, делай, пожалуйста, это упражнение. Парни, кто-то на маленьком может делать, кто-то на высоком. Теперь мостик. Теперь мостик. Парни, пожалуйста. Ильюш, пробуешь? Или, смотрите, если друг боится на покрышке, делайте на полу. Делайте просто на полу. Просто можно отойти, где пол свободный. Сможешь сделать? Андрей, аккуратно вылезай. Здесь парни подошли ещё. Андрей, вылезай. Илья, аккуратнее. Как так, да? Сделайте на полу. Если боитесь на покрышке, делайте на полу, пожалуйста. Мостик на земле. Да, мостик с отжиманиями. Надо сначала отжаться десять раз. А ты попробуй на полу сделать. А на полу там до головы. Так, надо вытягиваться. Вы просто не вытягивайтесь. Ну-ка. Так, молодец. Если у тебя чётко получается, так же сделай на покрышке. А ты, Ильюш, на полу попробуй. Молодец, Юрия. Теперь делай, значит, на покрышке. Я верю, знаю, брат. Терпи. Друзья, ребята, пожалуйста, делаем. Что, Юра, а? Ну, что-то на покрышке по-другому, да, всё? Что-то такое скривился. Это что вообще такое? Диман, ты можешь попробовать на высоком. Смотри, тема классная. Знаешь, для чего? Для... Я пережил сейчас. Сто процентов же потом, когда будешь, у вас не прогибы делать. Сто процентов спина нужна всякие, да, для действия. Если нет вот прям этих суперских повреждений в теле, то вот суставы, медотонки, мышца, чуть лишней не будет. Вот можно на высоком состоянии, как-то интересное, что ты делаешь. Я держу ещё руками на меня. А ты чего колёса держишь? Она не упадёт, не переживай. Да? Конечно. Это же колёса. Смотри. Подошёл, локотком поставил, а руку перевёл, руку поставил, а локоток встал. Или, например... На порядок, Рошад. Да. И да, кручил. И что-то попробуй. Рошад, да. Разминка для тела. Ну, гимнастика, да. Сейчас мостик доделайте, лесеньки. И готовимся к стойке. Да, лесеньки-то. Ты будешь показывать мастерство своего горизонта. Да, да, лесеньки. Да, лесеньки. А когда переходи? А у Саши Калинтова был день рождения. Он приносил соки и печеньки. Соки остались. Печеньки с печеньем. Парни, лесеньку на... Пожалуйста, мостик доделаем. И стоечки. Готовимся. Лады. Давайте, давайте, давайте. Юрец, чё, покрышка тебе очень тяжело? Нет, я не... Ну, смотри, как интересно. Ты боишься просто? Нет, я не... Тяжело. Ну, тяжело, да. Так, аккуратно. Ну-ка, давай, аккуратненько. Сестрёнка, помогай, или проси ребят, чтобы помогали. Аккуратно. Сначала на полу попробуй. Попробуй на полу. Ильин, что же, не отсиживаемся, ладно? А сколько раз на лесеньку? Десять раз, потом девять раз, потом вылесеньку... Тихо, Илья, аккуратно, аккуратно, брат, не падать. Десять, девять, восемь. Да, до нуля. Ноль, это простоять 30 секунд. Дамир, сейчас отжиматься с Андреем будете. Ручки, пальчики на себя выверни, Дамир. Пальчики на себя вот так лучше вывернуть. Для флягов, для потом руки вот так. Было бы классно, если бы вы взрывные отжимания делали в мостике. Вообще была бы тема. Представляете? Было бы классно, если бы один встал в мостик, прям бах, другой на нем упор, тыр, горизонт. Понимаете? А третий, а третий, виси на ногах, которые в горизонте стоят, делал бы передний вис. А сверху еще кто-нибудь стоял бы, жонглировал, гирями по 32 килограмма, тремя. Да, на его плечах кто-то в крокодильчике стоял. Типа того сделал, все полностью, да? стойки бери. Бери вот те шатающиеся. Шатающиеся бери. Сейчас бери, а? Ну тебе она одна. Горизонт сейчас будешь делать? Да, я хочу что-то сделать. Ну давай. Диман, чуть сюда, давай чуть посмотрим. Смотрим. Давай, Дамир. Андрюх, смотрим? Парни, смотрим, да, Юрец? Что там? Давай, Дамирчик, ну-ка. Ну это будет прям удержание или прыжок ты будешь делать? С попыткой удержать. Удержание будет? С выхода. Со стойки на руках будешь? Давай, молодец. Не, я имею в виду вот так, а потом уходишь. Хорошо. Было бы круто, если бы ты встал в стойку на руках и потом вышел бы из нее в горизонт. Четкая прямая спинка. А зря, это было бы сверх. Самая лучшая оценка, когда ты спокойно ноги поднимаешь. Пока тебе каши-то не можешь. Все, глюк. Ну давай. Давай, смотри. Ниже. Ну, смотри какая штука. Горизонт означает именно, что твое тело будет параллельно. Параллельно. Оно сейчас, ну не очень, не чуть-чуть, а идет спина наверх, а ноги потом идут вниз. У тебя получается такой домик. Вот попробуй, Дим, подержи его ноги так, чтобы он почувствовал, я сейчас вас с курсану прямоту, и он почувствует, что такое прямое. Подержи, пожалуйста. Одну его ногу. Дамир, одну ногу давай, одну ногу давай. Напрягайся, четко прям напрягайся. Носочки натяни. Носочки натяни, взгляд вперед. Вот так. Вот так это будет. Да, вот так это будет. Представляешь? Это возможно? Это, ну конечно, посмотри интернет. Погодите, вы скоро... Да там можно все делать. Ну смотри какая штука. Горизонт, это ноги разведенные, да, можно сказать, горизонт ноги в сторону. А еще крутое исполнение, вот именно, которое, да, это планш, называется, пол, фул, фул, да, бланш или планш. Полный же типо. Субтитры создавал DimaTorzok.